Торстан у нас накануне выполнил план по частичной мобилизации граждан. В нашей республике доведенное Министерство обороны задание по мобилизации граждан также выполнено. Если, например, сегодня кому-то приходит повестка, в военкомат уже можно не идти. Военкомы объясняют направление повесток, плановые работы по уточнению данных. Какие денежные гарантии у нас имеют эти люди? Порядка 25-30 тысяч рублей, но офицеров чуть побольше, порядка 35-40 тысяч рублей. Кредитные каникулы? Касается абсолютно всех. Здравствуйте, это программа «Актуальный разговор». Меня зовут Дарья Петрова. Вслед за Россией Татарстан накануне отчитался о выполнении плана по частичной мобилизации. Об этом заявил лично Рустам Миниханов. Однако вопросы по поводу прав мобилизованных остаются. На что могут рассчитывать они сами? На какую помощь могут претендовать их семьи? И куда жаловаться, если помощь не доходит? Все это узнаем прямо сейчас у экспертов нашей программы. Разобраться в этой теме нам поможет адвокат Николай Евгеньевич Ибанов. Здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Задать свои личные вопросы можете вы по телефону прямого эфира. Это 511-99-66 для Казани и 8800-532-55 бесплатный номер для регионов. Звоните нам на протяжении всей программы. Ну что, Татарстан у нас накануне выполнил план по частичной мобилизации граждан, установленный Министерством обороны России. Об этом вчера отчитался лично и Рустам Миниханов. Давайте послушаем и обсудим. В нашей республике доведённое Министерством обороны задание по мобилизации граждан также выполнено. Призывной комиссией республики по мобилизации под руководством Алексея Валерьевича Писошина и Нигма Тульна Рустамка Мерича совместно с униципальными комиссиями под руководством глав городов и районов проведена очень большая работа. Правильно ли мы понимаем, что если, например, сегодня кому-то приходит повестка, в военкомат уже можно не идти, и, ну, учитывая, что, в общем-то, план уже выполнен, и всё, окончена частичная мобилизация? Нет, на самом деле это не так. Повестка – это безусловное основание для явки военных комиссариат, независимо от того, закончилась мобилизация или нет. Почитал я отзывы многих военных комиссаров по России, по регионам. Военкомы объясняют направление повесток, плановой работой по уточнению данных. Дело в том, что вот эта вот мобилизация, она всколыхнула архивы военных комиссариатов, и было установлено, что многие данные очень много лет не обновлялись. В связи с чем военные комиссары приняли решение о том, что данные базы необходимо обновить, и действительно у кого-то из лиц, стоящих на воинском учёте, изменилось состояние здоровья, изменилось, возможно, семейное положение. Какие-то данные, которые необходимо уточнить в учётной карточке. Ну и, к всему прочему, сегодня ещё стартовал у нас осенний призыв. Да, совершенно верно. Тоже надо иметь в виду этот момент. Вот многих сейчас также волнует, да, последует ли указ об окончании частичной мобилизации, но по факту его пока что ещё нет, вроде бы как она и не окончена, если его нет, да. Но, тем не менее, Владимир Путин накануне вчера прокомментировал, ответил на этот вопрос. Давайте также послушаем. Да, конечно, это было сделано моим указом, потому что по-другому по закону невозможно. Но было сделано это по предложению Министерства обороны, это естественно. А сейчас Министерство обороны предложило мобилизационные мероприятия завершить. Я с юристами, кстати, поговорю, даже, откровенно говоря, не задумывался над этим. С юристами я поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена. Но она завершена, точка поставлена. Ну вот, точка поставлена. Ну, де-факто, да, если уж первое лицо государства де-факто говорит об окончании мобилизации, то де-юре это уже вопрос только времени, то есть оформление итогов проведённой частичной мобилизации. Ну вот, если говорить о тех, кто уже отправился у нас служить, какие денежные гарантии у нас имеют эти люди, на какую зарплату могут рассчитывать? Ну, если в денежном выражении, сразу скажу, что, может быть, как будто разочарую о том, что каких-то огромных выплат сразу мобилизованным, сразу начиная с учебных центров, или, как у нас вот в Казани-Экспо, рядовые сержанты или даже офицеры рассчитывать не должны. Дело в том, что заработная плата мобилизованного будет достигать у рядовых либо у сержантов порядка 25-30 тысяч рублей, но у офицеров чуть побольше, порядка 35-40 тысяч рублей. Будет складываться заработная плата и заклада по должности и по воинскому званию. Но как только мобилизованный будет доставлен в зону проведения специальной военной операции, там, разумеется, уже будет денежное удовольствие увеличиваться. Он будет получать два оклада по должности, по своей. Плюс у него будут командировочные суточные в размере 4 с небольшим, 4 222 рубля суточные. Если военнослужащему, посчастливиться, в кавычках, разумеется, участвовать в активных каких-то боевых действиях, то суточные порядка 8 тысяч в день уже будут ему положены. Ну и вот с учетом всех этих доплат, заработная плата рядового либо сержанта может достигать 200 тысяч рублей легко. То есть те самые суммы, о которых говорил Владимир Владимирович. Да, больше того, если уничтожишь самолет, 300 тысяч рублей обещают. Да, разумеется. Вертолет 200 тысяч стоит. Ну, в общем, есть будет еще раз. Вполне такая достойная мотивация, да. Не можем мы не говорить о каких-то рисках в том числе, да. Вот что будет, если не вернется солдат условно? Не хотелось бы, да, конечно, разумеется, эту тему поднимать. И искренне надеюсь, что информация, которую я сейчас доведу, она никому из семей... Не понадобится. Да, совершенно верно. Дай бог, чтобы никому не понадобилось. Но, тем не менее, поскольку она имеется, в случае ранения, военнослужащий, проходящий службу в зоне проведения СВО, будет получать порядка 3 миллионов рублей. В случае его гибели семья получит не в районе, а 5 миллионов рублей. То есть эти суммы фиксированы. Я знаю, что некоторые регионы обещают своим мобилизованным какие-то свои личные региональные доплаты. Есть ли у нас такое в Татарстане? В Татарстане, если говорить о именно денежных доплатах каких-то, то лидеры, руководители нашей республики посчитали, что Министерство обороны в достаточной степени обеспечивает самого военнослужащего, и Татарстан должен позаботиться о семье военнослужащего. В данном случае речь я сейчас веду о доплате детям, призванных, то есть мобилизованных граждан. В Татарстане она составляет, эта сумма, 20 тысяч рублей на каждого ребенка. Один раз получаем. Да, разумеется, это единовременная выплата. Сразу поясню, никаких справок из военкоматов для этого брать не нужно, о том, что гражданин был мобилизован. Поэтому наше Министерство Минтрудсоцзащиты Республики Татарстан ведет свою работу, очень тесную в них взаимосвязь с военкоматами. Они все знают. Да, совершенно верно. Кому положено? Совершенно верно, да. То есть необходимости брать справку нет. Вот мы еще просим, обязательно с вами поговорим чуть-чуть отдельно. Сейчас хочу спросить, какие трудовые гарантии есть у мобилизованных, что может делать работодатель в отсутствии своего мобилизованного сотрудника? Нужно ли опять-таки здесь писать какие-то заявления, когда ты уходишь, когда тебя призывают? Или все будет автоматом? Ну, слава богу, что трудовые социальные гарантии наши законодатели предусмотрели. То есть гражданин, уходя на специальную военную операцию, может не опасаться о том, что, вернувшись, он останется без рабочего места. Нет, это, слава богу, не так. На время мобилизации за гражданином сохраняется его прежнее рабочее место. И действие трудового договора с ним просто-напросто приостанавливается. Никто не запрещает работодателю взять на временную, вакантную должность какого-либо другого человека на срочный трудовой договор. Но по возвращении из мобилизации, то есть из зоны проведения своего гражданина, он опять вновь приступит к своим обязанностям. И также все это будет сделано автоматически? Да, конечно. Это достаточно просто предоставить копию повестки и копию уже выписку из военской части о том, что он прибыл. Кредитные каникулы. Еще один очень важный такой момент. Все ли мобилизованные могут на них рассчитывать? Есть ли здесь какие-то важные нюансы, о которых следует помнить или знать? Как оформить их, конечно, самый главный вопрос. Да, тоже достаточно такая серьезная мера поддержки со стороны государства. Кредитные каникулы касаются абсолютно всех, и мобилизованных по закону, и добровольно пошедших в зону проведения специальной военной операции. Помимо кредитных каникулов, то есть временного приостановления, так что ли, получается, обязательств по выплате кредитов и процентов по нему для самих мобилизованных, сразу поясню, что данная льгота располагается, может быть, предоставлена и членам семьи мобилизованного. То есть, например, если кредит был оформлен на супругу мобилизованного, то сама супруга, жена... Не платит. Да, совершенно верно. То есть она также может подпадать под эту льготу. Ипотечные сюда же у нас подходят кредиты, ипотеку тоже мы не платим. Да, совершенно верно. И, помимо всего прочего, если у гражданина имелись какие-то пени, просрочки по кредиту, то на время его мобилизации, то есть на время его убытия воинские части, данные пени-неустойки не растут, они замораживаются. Как и пени за ЖКХ в том числе. Да, совершенно верно. Вчера об этом тоже стало известно. Да, то есть все долги и так далее, они замораживаются именно на стадии его призыва. То есть повестка это уже точка. Если все-таки, например, средства берут и списывают за кредит, что в этом случае? Мы локально решаем этот вопрос с банком? Или куда обратиться можем? Ну, ошибка просто случайная. Я практически убежден, что банки, учитывая нынешнюю ситуацию, пойдут сразу же навстречу. То есть как только банки узнают о том, что гражданин мобилизованный, и этому имеется подтверждение, либо эта повестка будет, либо в случае необходимости справка из военного комиссариата. То есть ее все-таки дают, да, эту справку? Да, я, если хотите, чуть позже расскажу, как это механизм получения этой справки, да, ее может будет получить. Да, банки пойдут навстречу, но в крайнем случае любую спорную ситуацию можно решить в судебном порядке. Да. Какие-то экономические льготы, да, отсрочка, отмена налогов, списывание долгов, если вот речь идет конкретно о бизнесе мобилизованного? Говорили мы про кредитные каникулы для физических лиц. Для мобилизованных бизнесменов также предусмотрены определенные льготы. Это отсрочка по уплате налогов и других платежей. То есть для индивидуальных предпринимателей, если они призвали, то у них сроки платежей по страховым взносам, какие-то, еще раз говорю, подоставления декларации, все они, эти сроки, переносятся на время его возвращения. Но они потом спалятся на него все-таки. Ну, это не аннуляция. Нет, это не полное как бы обнуление, да, вот этой всех обязанностей по уплате страховых взносов. Но, по крайней мере, гражданин, участвуя в специальной военной операции, не будет ломать голову о том, что я вот там все оставил. Как они без меня. Да, 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 как они без меня. Да, вот касаемо бизнеса тоже не отходя далеко, накануне стало известно, что сотрудники мобилизованных предпринимателей будут уволены. В том числе, кстати говоря, и беременные, и отпускники. Вот такая новость прошла. Так ли это? Фейк это или действительно? На самом деле, это не фейк. Да, действительно, это так. Несмотря на то, что данный, кстати, законопроект по его принятию, я почитал протоколы заседаний по принятию вот этого закона, очень много, еще раз говорю, было разногласий. Но, действительно, если работодатель является физическим лицом, то есть предприниматель частный, и единственным учредителем и руководителем организации, то есть до мобилизации он не успел передать свои полномочия по доверенности кому-либо, то подчиненные будут уволены, вне зависимости от их статуса, ранга и так далее, то есть беременной и так далее. К сожалению, да. То есть советую, рекомендую, что в случае мобилизации гражданам все-таки подумать о судьбе подчиненных. Какие-то варианты есть в этом случае? Элементарно можно, если он гражданин является единственным учредителем, он издает приказ о назначении руководителем своего, я не знаю, человека, которому он доверяет, заместителем на должность руководителя и все. Либо выписывает доверенность. Вот по многодетным семьям, да, какие права есть у многодетного отца и его семьи? Что тут можно делать? Дело в том, что да, вот здесь интересная коллизия возникла. По федеральному закону о мобилизации подлежат отсрочки. То есть отсрочка предоставляется многодетным отцам, у которых на Иждивении имеется четверо детей в возрасте до 16 лет, либо трое детей и четвертый ребенок только в планах. То есть супруга беременна, и возраст, точнее срок беременности должен составлять не менее 22 недель. Но фактически, это подтвердает практика, в Российской Федерации было принято такое вот негласное, я не знаю, соглашение между Министерством обороны и Государственной Думой. То есть была издана директива о том, что к многодетным отцам, получающим отсрочку от мобилизации, будут относить и родители, имеющих трех детей в возрасте до 16 лет. Очень много законопроектов, очень много поправок предлагалось, чтобы этот возраст увеличить до 18 лет, и чтобы все это было на официальном уровне. Но сейчас скажу, что действует правило, что при наличии трех детей отцов не мобилизуют. Тихонечко подошли мы с вами к мерам поддержки семьи мобилизованных. Давайте начнем, может быть, мы с детей, какие льготы предусмотрены в Татарстане у нас семьям, детям, вернее, чьих отцов призвали. Ну, слава богу, я еще раз говорю, руководство нашей республики позаботилось о детях мобилизованных. Ну, во-первых, дошкольники не будут платить абонентскую плату за детские сады, слава богу. Помимо всего прочего, дети мобилизованных будут освобождены от оплаты проезда в городском транспорте. Ну, за исключением, разумеется, междугородних каких-то перевозок. Очень много мероприятий в плане культурных программ предусмотрено для детей мобилизованных. Карта Батыр у нас здесь. Да, карта Батыр. Это и посещение музеев, музеев, театров, выпуск каких-то филармоний, кинотеатров, дворцов культуры и так далее. Помимо всего прочего, предусмотрено посещение бесплатно, опять же, бассейнов, тренажерных залов, плюс бесплатные путевки в муниципальные лагеря. Ну, вот это вот у нас все есть на экране, то есть сейчас попросим показать. Здесь действительно, тут и проезд бесплатный, и семьи с новорожденными детьми будут обеспечены подарочными комплектами детских принадлежностей. В общем, тут чего только нет. Обширный очень этот список помощи. Но я вижу здесь много мер для семьи с детьми. А вот если просто, например, была семейная пара без детей, вот здесь каким-то женам что-то положено, каких-то помощи нет? Я уже говорил о предоставлении льготы по кредитным каникулам для членов семьи. Да, совершенно верно. То есть супруга, если на супругу оформлен потечный кредит, а единственный кормилец семьи ушел на СВО, то супруги также будут предоставлены. Помимо всего прочего, работодателям рекомендовано, настоятельно рекомендовано оказывать поддержку сотрудникам, которые призваны на службу и также их семьям. Если член семьи мобилизованного не может быть обеспечен какой-то работой, то есть встанет на бирже труда как безработный, то для него, для члена семьи, срок постановки на учет сокращается до трех дней. Ну, в общем, всякого рода у нас здесь меры поддержки существуют вообще для всех. Они, да, существуют. Не бросило ни государство, в целом, ни Республика Татарстан, не бросило семьи мобилизованных, слава богу. Вы обещали рассказать нам про то, как получить справку в военкомате, если вдруг она кому-то понадобилась. На самом деле процедура достаточно простая. Как только в военный комиссариат поступит выписка из приказа зачисления гражданина в списке воинской части, супруга, родители, дети, усыновители и так далее, усыновленные, то есть любой близкий родственник, в часы приема обращается в военный комиссариат, пишет заявление, предоставляет паспорт. Другие установленные законом документы, которые подтверждают степень родства между человеком, обратившимся и гражданином мобилизованным, и оставляет контакт на телефон. Все. Как только, еще раз говорю, военный комиссар получает справку из воинской части о зачислении мобилизованного в списке, он тут же выдает ее здесь. Еще раз, давайте, мы с вами обговорим момент, да, что в каких случаях все-таки нужно обращаться непосредственно, ну, условно, там, в банк и говорить о том, что мой родственник мобилизован, я не плачу больше кредит. Или все-таки, еще раз, давайте, мы проговорим этот момент, все данные есть у них самих. Я бы не стал тянуть до того момента, когда возникнет какая-то конфликтная ситуация, то есть граждане, у которых есть какие-то кредитные обязательства, ипотека, либо, я не знаю, может быть, потребительские кредиты, порекомендовал бы самостоятельно обратиться в службу банка. Заявить о себе. Да, заявить о себе, да, совершенно верно, то есть, чтобы предотвратить в будущем возникшую конфликтную ситуацию. Ну, разумеется, немногие семьи, учитывая, что кормилиц уехал, был мобилизован. Да, там такие платежи, конечно. Да, совершенно верно, не сможет супруга потянуть чаще всего, поэтому лучше предупредить. Если вдруг возникла такая ситуация, да, что о вас забыли, да, например, или, ну, просто, вы считаете, обошли вас меры поддержки, куда можно обратиться, куда пожаловаться, но не в Верховный же суд сразу идти, правильно? Ну, нет, конечно. Решить можно на месте. Во-первых, все абсолютно организации, в том числе и государственные, ориентированы на скорейшую помощь, на разрешение всех конфликтов. Насколько я знаю, телефон горячей линии 122. На экранах? Да, совершенно верно. Достаточно, кстати, квалифицированную помощь оказывают. То есть, дают советы в случае невозможности разрешения непосредственно по телефону, они перенаправляют в соответствующие организации. Ну, и крайний, совсем крайний случай – это обращение в судебные органы, если уже с организацией не идут навстречу. Да, если ситуация патовая. Да, если ситуация патовая. Ну, еще раз говорю, учитывая ситуацию, учитывая лояльное отношение всех организаций, я думаю, что не возникнет этого. Спасибо вам большое за эту полезную, очень емкую беседу. Это была программа «Актуальный разговор». Обсуждали мы сегодня права о мобилизованных. Вам спасибо за то, что сегодня были с нами. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!